При поддержке ВКС России вооруженные силы Сирии завершают ликвидацию очага международного терроризма на сирийской земле. Российская Федерация продолжает оказывать Сирии всестороннюю помощь в интересах скорейшей нормализации обстановки, формирования благоприятных условий для преодоления последствий затяжного разрушительного кризиса и вооруженного конфликта. Российская сторона предпринимает энергичные усилия, в том числе в контактах с Организацией Объединенных Наций и различными международными партнерами, по подготовке к проведению Конгресса сирийского национального диалога. Мы рассчитываем, что Конгресс станет важной вехой на пути восстановления единства всего этноконфессионального многообразия сирийского общества, утверждения принципов национального примирения, политического и государственного строительства. Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о падении последнего крупного оплота ИГИЛ в Сирии города Абу-Камаль. Накануне, недалеко от этого населенного пункта, произошла встреча бойцов сирийской армии с иракскими военными, которые очистили от ИГИЛовцев город Аль-Каим на иракской стороне границы. Полностью освобожден город Дейр-Зор, жизнь в нем постепенно возвращается в нормальное русло. Сирийские власти прилагают максимальные усилия для начала работ по восстановлению социально-экономической инфраструктуры и созданию условий для возвращения мирных жителей в свои дома. Тем не менее, уровень террористической угрозы остается высоким. Разрозненные отряды ИГИЛовцев не прекращают провокации и террористические акты. 4 ноября в Дейр-Зоре в результате подрыва управляемого фугаса ранены российские журналисты и саперы, которые проводили разминирование. В ночь на 5 ноября террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупного лагеря беженцев к северо-западу от Дейр-Зора и привел в действие взрывное устройство. Погибли и пострадали более 100 человек, преимущественно дети, женщины и старики. Отмечаем заметный рост поставок гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в зоны деэскалации. Проводки ООНовских конвоев активно помогают военнослужащие из Российского Центра по примирению враждующих сторон. Наряду с этим российские военные регулярно осуществляют собственные гуманитарные акции в различных районах страны, доставляют нуждающимся сирийцам продовольственные наборы и предметы первой необходимости, помогают восстанавливать разрушенные террористами школы и больницы. Российская сторона продолжает работу по укреплению режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии. Жизнь простых людей на большей части территории страны постепенно меняется к лучшему, приобретает мирный характер. Этому активно пытаются помешать боевики Джабхат Анусры и также экстремисты и террористы аффилированных с ней группировок. 7 ноября террористы совершили крупную провокацию в зоне деэскалации Восточной Гута, осуществив массированный минометный обстрел центральных районов Дамаска. Несколько мин попали в квартал, в котором расположено российское посольство. В ноябре из районов Восточный Гута террористы вновь нанесли минометный удар по ряду пригородов и районов Дамаска. Мы вновь обращаемся к международным и региональным игрокам с призывом оказывать не на словах, а на деле активную поддержку сирийскому народу в поисках пути урегулирования конфликта, а также направлять в наиболее пострадавшие районы Сирии гуманитарную помощь, не увязывая данный вопрос с предварительными условиями, выдвигаемыми в адрес сирийского руководства.